14.00 в столице Казахстана. На Каплюс продолжается телемарафон памяти погибших в Жанаузене. С последними новостями. Алексей Рыблов. Здравствуйте. В Жанаузене, где ровно год назад произошли массовые беспорядки, в результате которых погибли по меньшей мере 17 человек и больше сотни пострадали сегодня довольно тихо. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости, прошли накануне. А сейчас в мечетях проходят молитвы по погибшим. На Алане, где все началось в 2011-м, находится Дмитрий Беляков. Ему слово. Здравствуйте, Алексей. Мы находимся на центральной площади города Жанаузен. В эти минуты на Алане пустынно. Никакого скопления народу не заметно. Вокруг площади по периметру сосредоточены полицейские. Это сотрудники дорожной полиции, сотрудники департамента внутренних дел. К нашей группе подходили уже около пяти раз. Начал все эти шествия непосредственно сам начальник ДВД города Жанаузеня Мангальды Досаханов. Вопросы у полицейских журналистам стандартные. Чем занимаетесь? Кто вы? Откуда? Что делаете? После этого они записывают что-то в блокнот и уходят. Также на площади были замечены коллеги из иностранных средств массовой информации. У них уже возникли первые проблемы с сотрудниками полиции. Фотографа немецкого издания Маркуса после того, как он сфотографировал полицейского, попробовали заставить стереть эти кадры. Но, слава богу, все разрешилось миром. Полицейские удалились, сели, уехали в УАЗик. И фотограф продолжает работать. Что касается праздничных мероприятий, они были отменены в этот день в городе Жанаузен. Вместо этого проводится садака. Поминальные мероприятия в мечетях поселка Тинге, поселка Козылсай и мечети города Жанаузена. В центральной мечети города Жанаузена пять минут назад Аким города Серикбай Трумов вместе с тремя-четырьмя соратниками посетил мечеть и был прочитан Коран. То есть, какого-то рода обряд состоялся. После этого они сели в автомобиль и уехали в неизвестное направление. На данный момент обстановка такая. Передаю слово вам, Алексей. Спасибо, Дмитрий. Жанаузена на прямой связи со студией был Дмитрий Беляков. Но минуту молчания и возложения цветов сегодня в Алматы гражданские активисты и политические деятели отдали день памяти двум трагическим событиям. Декабрьскому восстанию молодежи 1986 года и кровавой расправы над нефтяниками в Жанаузене. С самого утра к монументу независимости приходят люди, приносят розы. Активисты партии «Алгаз» свое шествие начали от национальной библиотеки. Затем у памятника жертвам Жантовсана прочитали молитву и направились к другой стеле, монументу независимости. Где накануне цветы возложили гражданские активисты, члены партии «Азата» и молодежного движения «Рухпентель». С утра на площади республики побывали сотрудники Акимата и ветераны-афганцы. За всем этим действием наблюдали стражи порядка, но не вмешивались, потому как акция санкционирована местными властями. Чувство долга, прививающего от этого страха, конечно, уже наслышанно, как Курманова в Москве, как Тарегожина. Здесь февентивные меры приняли, но, тем не менее, желание быть в такой трагический день вместе с женой зельцами, которые, в общем-то, за права человека пострадали, не позволило сидеть дома. Пришел сюда, просто хочется как-то отметить это событие. Мы установили связь с алматинским корреспондентом Татьяной Ковалевой. Она сообщит о ситуации в Южной столице, где, напомню, отдают дань памяти погибшим в декабре 1986 и 2011 годов. Татьяна, здравствуйте, вам слово. День, Алексей. В этом году День независимости в Казахстане совсем не главный праздник. По крайней мере, это первое субъективное впечатление. Вопреки ожиданиям, на площади независимости нет ни традиционных хюр с угощениями, ни музыки, ни народных гуляний. Практически все, кто пришел в коммунистерство независимости, пришли почистить память погибших в декабре 1986 года и в Женовудине в 2011. Все они представители оппозиционных партий или движений. Но дальше вы увидите, что говорят разные граждане Казахстана о дне независимости. Независимость не объявлял Казахстан только. Ну, не хотели наши властьимущие, первый секретарь коммунистерской партии Казахстана, Нуртан Апишев Назарбаев, не хотел никакой независимости, понимаете. А они смотрят, кому быть независимым. Никого нету. Россия говорит, иди отсюда вообще. Этот узбек говорит, не знаем мы из вас, а этот не знает. И пришлось объявить независимость, понимаете. Наверняка тоже помните, что мы вышли из состава Советского Союза в самый последний момент. Вот как вы к этому относитесь? Почему мы до конца ждали? Нужна ли нам была вообще эта независимость? Не нужна. Нет, мы против. Не нужна. Жили мы дружно, мирно, и надо дальше. Объединиться, чтоб вернуть власть народу. Мы не станем молчать, кровь невинных пролилась. Нас нельзя запугать, волю нам не сломать. Нам нужна справедливость. Мы хотим перемен. Хватит лжи и обмана. Помни, Жанна, Озень, поднимайся с колен. Весь народ Казахстана. И Назарбаев, и все понимают во власти, что праздника реально нет, он не получился. Как в жизни историю не обманешь, так и вот наложилось. И Жель-Токсан 86-го, а год назад Жанна Узень 2011. Так что, естественно, в будущем, когда власть поменяется, когда по-настоящему будет власть народная, власть будет демократическая, она будет понимать, что это трагические дни, что это наша история, ее нельзя перечеркнуть, забыть или одним указом президента изменить. Это в памяти, это в сердцах, это в душах людей, это никто не истребит. Я не была в это время, мне никто, наверное, ничего не рассказывал, поэтому я не могу судить как-то объективно. Все, что я скажу, будет субъективным мнением того, что мне сказали в школе. А что в школе-то говорят? В школе говорят то, что написано в учебниках, а все учебники были приняты уже после принятия независимости. Так что все логично. Яблоки и груши потекли тенгушками в карман. Покупай и витамины скушай, и вступай в райком и нуратан. Я продал все яблони и груши, заплатил райкому первый взнос. Спортбилетом, яблоком быть лучше, без него запоры и понос. Сегодня утром ряд общественников семьи возложили цветы к памятнику каратора Скулбекова. Этот день, как рассказали активисты, для них не праздник, а траур по жертвам политического террора. 16 декабря должен стать днем памяти жертв политических репрессий прозвучало на акции. За 26 лет, прошедших с трагических событий 1986 года, количество людей, огольно обвиненных в массовых беспорядках, выросло на порядок, говорят участники акции. К этому дню я отношусь с двояким чувством, потому что, если как гражданин, мог бы сказать, что это праздник для нас большой, потому что наша страна вообще не зависит. Но, к сожалению, для меня этот праздник сегодня является трагическим днем, так как в прошлом году, 16 декабря, в городе Жан-Азен произошли трагические события. Пожалуйста, для вас 16 декабря это праздник или день памяти? 16 декабря это день памяти, это не может быть праздником, потому что это люди погибли. Это все равно, что 22 июня 41 года объявить праздником. Надо, чтобы память об этих людях жила долго, и чтобы больше история такая не повторялась, надо, чтобы люди помнили не только об этих людях, и за что, и кто виноват в этом деле. Я считаю, что это просто-напросто уничтожение коренного народа, казахов, подавление его духа, растаптывание достоинства. Это власть в поисках преступников сама оказалась в роли, на самом деле власть сама преступница, потому что в декабре 1986 года эта бойня была организована властью, а сейчас она уже закрепилась и продолжает дальше уничтожать собственный народ. А вот официальный актив города Семей День независимости отмечает не на Центральной площади, как это обычно бывает, а в городском театре Миниабая. Сделано это было в связи с морозами, которые установились в регионе в последние дни. Артисты местной филармонии к празднику независимости организовали концерт, однако, судя по характеру мероприятия, хозяином действия был Аким. Айбек Каримов поздравил представителей общественности города, некоторые из них даже удостоились похвальных листов из рук городоначальника. А видны люди Семей не упустили возможность выразить в голове города свое почтение. И культура народа определяется, социальная культура. Уважаемый Айбек Макалабханович, счастье, много счастья. Доподлинно известно, сколько девушек стали жертвами декабрьских событий 1986 года. Мы говорим не только о погибших, но и о сломанных судьбах сотен молодых девчат. Ярким образом которых выступила Лизат Асанова. Немногие знают, что одна из известных в Казахстане песен посвящена именно им. Шарипас Актапова встретилась с композитором Рамазаном Таймановым. Среди этих молодых ребят и второкурсники музыкального училища имени Чайковского. В числе лидеров 16-летняя Лизат Асанова. Ее жизнь и смерть до сих пор вызывают споры. И существует несколько версий ее гибели. Однако композитор, хоть и недолго научившийся вместе с девушкой, считает ее героиней. Мы учились Лизат вместе. Она была мне как сестренка. Вместе и на площадь все пошли. Меня поразили гордость, честь и достоинство наших девчат, их мужественные поступки и смелые призывы. Никто не думал в декабре 86-го о смерти или других трагичных для себя последствиях, вспоминает Рамазан Тайманов. Он сам участник тех событий, до сих пор испытывает разочарование и боль. У скольких молодых девчонок, попавших в жернова непонятной политической игры, сломаны судьбы. Тогда еще молодой композитор твердо решил. Память о всех участницах печальных событий написать песню, чтобы помнили. В марте 87-го года родилась песня, быстро ставшая в народе популярной. Правда, только узкий круг посвященных знал об истинном ее смысле. Через знакомых мне попали на руки стихи и строилась Апарбая «Раздумья после Желтоксана». Но в то время тема Желтоксана была табу, озвучивать ее слух было рискованно. Поэтому мы с Нурланом Анирбаевым поменяли название. По тем трагическим событиям много еще неизвестных и нераскрытых фактов. Спустя почти четверть века в пору казахстанской независимости уже на другой площади и на другом краю страны 16 декабря произошла еще одна трагедия. Ответственность за жанаузенские события полностью на совести чиновников, считает композитор. Нельзя доводить народ до отчаяния и унижения. «Значит, довели людей до такого состояния. И нет в том вины народа. Вина властей, что не смогли сработаться с людьми. Народ – одно из имен Аллаха. И есть еще одно из речения – если сыт народ, будет и согласие». Жизнь, по словам современников, сама расставит акценты. Но в каком ракурсе донесет история декабрьские события 86-го и 2011-х годов последующим поколениям – вопрос времени. В Астане, где обычно День независимости отмечают на широкую ногу, на этот раз решили обойтись без уличных гуляний. Большинство мероприятий с улицы столицы, где столбики термометров сегодня опустились до 45 градусов, ниже нулевой отметки перенесли в закрытые помещения. На одном из мероприятий находится Оскар Газизов. Оскар, добрый день. Как празднует Астана День независимости? Здравствуйте, Алексей. Да, действительно, сегодня в Астане очень и очень холодно, поэтому большинство развлекательных мероприятий, если не все мероприятия, приуроченные ко Дню независимости, были перенесены в концертные залы и торговые развлекательные центры. Вот в одном из них мы сейчас находимся. Здесь проходит выставка, фото-выставка, на которой выставлено порядка 20 фотографий нескольких молодых фотохудожников. И пока большинство казахстанцев вспоминают о жертвах Жанаузения, местным жителям Астаны предлагают насладиться видами и достопримечательностями столицы. Пока сейчас в торговом центре не так многолюдно, как это обычно бывает, но даже те, кто есть, большинство из них не проходят мимо фотографий. Алексей? Оскар, кто-то упоминает о трагической дате, вспоминает события Жанаузена прошлого года? Нет, Алексей, вы знаете, здесь никто об этом не вспоминает. Возможно, из-за того, что не хотят, так сказать, омрачать эйфорию, что ли, создаваемого праздника. Спасибо, Оскар. На связи со студией был Оскар Газизов из Астаны, где проходят торжества по случаю Дня независимости Казахстана. У казахстанского посольства в Бишкеке прошла акция поминовения жертв Жанаузенских событий. Организатор, и он же единственный участник, правозащитник Александр Паленый, известный казахстанцем по конфликту с дорожной полицией. Ровно в 10 утра он подошел с пакетом к посольству, достал плакат с изображением пули крови и надписью «Жанаузен». Транспарант Паленый вывесил на кипичном заборе дома, примыкающем к дипмиссии. Затем правозащитник прикрепил рядом ватман со списком погибших в декабре прошлого года в Жанаузене. На полу артилист зажег свечи, как символ скорби. Это был единственный случай, когда казахи убивали казахов. Когда в постсоветском пространстве был такого уровня правовой беспредел. И до сих пор неясно и не выяснено, кто стрелял. То есть, кто стрелял в общее количество, не выяснено. Назначили крайних четырех человек. Не выяснено. К этому часу пока вся информация. Я передаю слово гостевой студии. Мы продолжаем телемарафон «Жанаузен. День памяти. 16 декабря». Субтитры создавал DimaTorzok